Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. С Рождеством Христовым всех вас! Вот мы и дожили, наконец, во-первых, до 2021-го, а во-вторых, до праздника Рождества Христова. К этому празднику мы поступали с разных сторон, и с точки зрения богословия этого праздника, и с точки зрения этики этого праздника, и с точки зрения истории библейской этого праздника. Сегодня мы захотели войти через дверь иконографии этого праздника и поразмышлять, поговорить о том, что через икону, которая лежит сейчас в центре всех храмов, мы можем узнать об этом празднике. Говорить будем с доцентом Самарской духовной семинарии, с искусствоведом, с сотрудником Церковного исторического музея Самарской семинарии, с Еленой Владимировной Идеевой. Здравствуйте, Елена Владимировна! Здравствуйте, доченька! Прежде чем начать говорить об иконе, мне бы очень хотелось сказать, вернее, с некой преамбулой подступить, что обычно икону... Мы встречаем такое определение иконы, как букварь для неграмотных. Те, кто не могут читать Евангелие, те смотрят на икону и могут хоть что-то понять об этом празднике. Мне кажется, что это не совсем корректное описание иконы. Мне кажется, что более корректно как раз назвать икону умозрением, богословием в красках. Потому что главная задача, которая стоит перед иконописцем, это не столько написать, описать евангельское событие, сколько дать какое-то свое богословское осмысление этого праздника. Согласны ли вы с этим или нет? И мы можем приступить тогда, собственно говоря, к размышлению об иконе. Я думаю, что эти два определения правомочны. Потому что когда мы говорим о том, что церковное искусство или иконы – это Библия для неграмотных или букварь для неграмотных, то мы тоже не погрешаем. Потому что действительно, когда искусство формировалось церковное, например, один из святых отцов, Василий Великий, он как раз и говорил об этой функции, что украшай храм, распиши событиями и так далее. То есть когда его спрашивали, как это вообще должно выглядеть, как выглядит должен храм. И таким образом действительно человек, находясь в литургическом пространстве, он мог пронаблюдать литургический год в виде таких изображений. И поэтому это подкрепляет. Потому что человек – существо сложное. Нам нужно несколько каналов восприятия. У нас есть слух, у нас есть зрение, у нас есть обоняние. И здесь очень хорошо, то есть еще отец Павел Флоренский сказал, что храм – это синтез искусств. И здесь мы как раз с этим сталкиваемся, что это просто один из тех каналов нашего восприятия, которым церковь пользуется, потому что она ориентирована на человека. А по поводу богословия в красках – это безусловно так. Потому что это соборный опыт церкви, соборный разум церкви, который накапливает этот опыт иконографический, отбор сюжетов. И это все, в общем-то, такой процесс достаточно интересный. И поэтому и то, и другое. Вопрос только вот в том, что, к сожалению, не всякий смотрящий. Но это, наверное, вообще можно говорить о некотором интеллектуальном кризисе современного человека, что он не способен, например, находясь в Третьяковке, смотря, а не созерцая, именно смотря, не созерцать, смотря, не понимать, смотря, не проникать в содержание того или иного произведения. Я думаю, что то же самое с большинством современных христиан, которые приходят в храм, они видят иконы, но считывают самый поверхностный какой-то уровень того, что на ней изображено. И вот для того, чтобы немножко, как говорил Михаил Сергеевич, углубить их понимание, мы сейчас, собственно, и собрались, и попробуем поговорить о иконе Рождества. В ходе нашего разговора на ваших экранах, дорогие наши телезрители, будут возникать различные образы иконографии Рождества. Но вот прежде чем мы подступим к самой иконе, то есть к тому образу, который уже сформировался, сложился к его канону, давайте скажем, а есть ли какой-то генезис иконографии Рождества? То есть с какого момента появляются первые изображения вот этого события? Где? Как? То есть и что именно изображалось? На чем делался акцент? Ну, у всякого явления есть корни, истоки, происхождение. Интересно посмотреть на это действительно. Но если мы обращаемся к катакомбному искусству, потому что для визуальной культуры, христианская визуальная культура, это бесценный совершенно материал. Для любого человека, который приступает к этой теме, это, наверное, основа. Потому что это и изучено, и рассмотрено, и, в общем, достаточно хорошо проанализировано не только в нашей отечественной науке, но и в западноевропейской, поскольку это их тоже наследие. Вот здесь мы, конечно, можем говорить о наследии, которые нам оставляют римские катакомбы. И там появляются сюжеты рождественские, но они появляются не в той иконографически привычной для нас схеме, которую мы с вами сейчас вот видим в храмах, на аналоях, а они появляются в таком варианте, который связан с поклонением волхвов. Это очень важная тема для западного мира, и не только вообще для западного мира, и вообще для всего языческого мира, потому что волхвы – это фактически первые язычники, которые исповедуют Христа. И вот эта тема, она для катакомб, для рима, для римского менталитета, она очень важная. То есть вот эта идея Павлова универсализма, она как раз вот на примере того, что очень много… Для наших телезрителей, проясню, Павлов универсализм имеется в виду апостол Павел, тот самый апостол, который сказал, что я для иудеев иудеи, для язычников язычник, вот при миссионерском несении слова. Вот. И, конечно, здесь вот эта сцена поклонения волхвов, когда Божья Матерь на троне, на таком седалище, она сидит, у нее на руках младенец, и к ней приступают волхвы. Вот это частый сюжет. А вот приходится иногда встречать, ну, то есть мне кажется, это очень важно, опять же, для наших телезрителей прояснить, что икона тоже как бы появляется не на пустом месте, особенно ближе к четвертому веку, когда, четвертый век, да, когда, собственно, христианство перестает быть религией гонимой, и начинает развиваться, собственно говоря, свое искусство иконографическое, и переосмысляются какие-то языческие сюжеты. Ну, в частности, известно, так называемая традиция легис, да, дарование, передача закона. Вот. Триумфальное шествие. И вот мы, насколько я понимаю, в иконографии Рождества в том числе встречаем вот это вот торжественное шествие, когда волхвы идут. Да, да, безусловно. Там много таких отсылок будет как раз о встрече нового и Ветхого Завета, и вообще вот эта передача этого закона, традиция не в том виде, как это в раннехристианском, а чуть позже. Но вот если мы говорим об источниках, то христианского искусства визуального два источника. Один это, конечно, вот этот эллинистический мир, которому принадлежал Рим, а другой это вот тот восточный мир, где была тоже своя традиция, и иногда очень превратно понимается, что в иудейском мире как будто бы совсем не было никаких изображений. Нет, они были. Они тоже были. Они иллюстрировали, по-своему иллюстрировали в своих книгах события Дней Творения, да, и там, и так далее. И, конечно, не изображали Бога в антропоморфном таком варианте, но, тем не менее, отсылки там к этому тоже есть. И вот как раз тот сюжет, который лежит в основании нашей иконографии, это больше восточный сюжет, когда на фоне пещеры Рождества изображается женщина, да, Божья Матерь лежащая, и в яслях лежит младенец. Это вот больше, так скажем, восточный вариант. И вот один из сюжетов, который мы покажем, это картинка из Евангелия Робулы, да, там как раз видно, как один из ранних христианских памятников, который изображает нам как раз вот такого рода иконографию. Ну, а для эллинистического мира обычно свойственно, что Богородица сидит на престоле, держит уже достаточно взрослого отрока Христа, и это такой образ, ну, условно назовем, да, римской Матроны, царя, сидящего на престоле, а волхвы в данном случае уже выполняют роль таких, ну, подданных или каких-то таких купцов, прибывших к царю. Да, со своими дарами. И это, конечно, вот две такие традиции, когда они соединяются, они соединяются очень органично, потому что церковь до определенного момента едина, и абсолютно органично эти все элементы входят. И есть, конечно, более развернутый тип иконографический, да, где мы видим и волхвов, и пастухов, и ангелов словословящих, и животных у яслей, да, и Иосифа, и там, и служанок, которые омывают младенца. А в некоторых случаях и бегство в Египте. Да, 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 то есть там может быть, ну, это уже, так скажем, с житийными сюжетами развернутая такой, совсем развернутая иконография. А есть вот совсем такая единица иконографическая, когда есть Божья Матерь, есть младенец, пещера, и больше даже может уже никого не быть. Единственное, что, как правило, всегда будет, это, конечно, свет звезды, потому что это не только тот свет, который исходит от самого младенца, но это и свет, который исходит с небес, как символ Бога присутствия, Бога Отца, да, и Духа Святого тоже. То есть мы, когда мы смотрим на икону, то мы фактически всегда с вами видим троичность, да, мы всегда имеем в виду, что мы видим здесь не только одного младенца, Иисуса. Ну, хорошо, что мы уже органично так естественным образом перешли к символам и знакам. Давайте поговорим о них. То есть вот все-таки человек заходит в храм, и если мы говорим о неком классическом изводе иконографическом, да, этого праздника, что он видит, и какие есть очень интересные тонкости, детальки, которые не всегда бросаются в глаза, но их очень важно увидеть и очень важно прочесть. Мы год назад, по-моему, или даже уже больше встречались с Ириной Языковой здесь, и мы говорили о том, что вообще по-хорошему икону не смотрят, икону читают. И очень важно ее прочитывать по ритму, по мелодике, по цвету, по расположению фигур и так далее, и так далее. Вот давайте поможем прочитать нашим братьям и сестрам икону. Да, ну, если мы хотим вот как-то сориентироваться, то для иконы всегда очень важен композиционный центр. Вот мы должны всегда посмотреть на то, что в центре. Вот это и будет главное. Все остальное будет вынесено на периферию, и это будут, так скажем, аккомпанементы, вспомогательные сюжеты, которые будут помогать раскрывать тот или иной догматический смысл или какую-то сюжетную канву расцвечивать. И поэтому, когда мы смотрим и видим Божью Матерь и Младенца, то мы понимаем, что Рождество состоялось, и, собственно, вот оно, богоявление в таком изначальном своем смысле, оно здесь есть. Еще есть рядом с яслями два очень милых животных, которых очень часто любят дети рассматривать, да, и как-то вот, ну, и вообще в классической литературе у нас тоже есть, да, там всякие сюжеты о том, что согревают волы игненок, согревают младенца, да. То есть здесь очень много такого теплого и душевного, но в то же время, и это есть безусловно, но в то же время здесь есть очень важная тема того, что вол и осел, да, волы и осел, они символизируют встречу Ветхого и Нового Завета. И почему мы говорим об этом так? Потому что можно вспомнить слова пророка Исаии, который говорит, что осел и волы не знают господина своего, а знают господина своего, а Израиль не знает меня, да, от имени Господа пророк Исаия так говорит, да. То есть вот эти два животных, которые еще... Которые, по идее, в пещере быть не должно было быть. То есть это скорее для овец? Они могли, нет, почему, они могли быть вполне всякие истории. Дело в том, что для нас сюжетом, который помогает прочитывать иконографию Рождества, Евангелие в этом смысле очень кратко говорит об этом, да, оно и не должно на таких деталях сосредотачиваться. Но иконография питается не только евангельским текстом. У нас есть еще и протоевангелие, например, да, протоевангелие Акова, это некий текст, который не весь полностью разделяется церкви, поэтому он не стал... То, что называется апокрифом. Да, это то, что как раз называется апокрифом, то, что входит как раз вот для расцвечивания, для того, чтобы это канва. И вот как раз в протоевангелие Акова есть указание на то, что эти животные там были. И если мы будем думать, какое животное кого символизирует, то мы можем вспомнить, что символизирует жертву Ветхого Завета и понять, что это телец, да, одно из жертвенных животных. А услик – это то животное, которое внесет Христа в Иерусалим, в его вербное воскресенье, да, за неделю до... Очень интересно, потому что я встречал такую трактовку, что осел – животное, которое символизирует языческий мир. Вот, но оно как раз... В том смысле, что его не приносили в жертву. Вот, то есть жертвенное животное – телец, принятый традиционно для иудейского, для еврейского народа, для иудеев. А осел, как не жертвенное животное, как то, что, в принципе, не может участвовать в богослужении, символизирует как бы языческий мир. В этом смысле здесь две главы символизируют весь тот мир, который встречает... Это так и есть, одно другому уже не противоречит. Да, да, да. То есть вот интересно, что здесь... То, на что вы обратили внимание, что здесь скрывается вот так между строк жертва самого Христа. То есть он – это тот волк, который будет... Вот этот агнес, который будет принесен в жертву, и он въедет в Иерусалим, где это произойдет, на осле. Да, это так. А здесь вообще в иконографии Рождества на самом деле здесь есть все. И крестная смерть, и воскресенье. Потому что вот то, как младенец лежит с пеленутым, это, в общем-то, очень похоже на те пелены, на то, как он будет в огробии, то, к чему придут жены мироносицы. И сама вот эта пещера, она и пещера Рождества, и пещера Воскресенья. Это так же, как в литургических предметах, да, звездица она и то и другое. То есть вот этот всегда неоднозначный смысл, но очень точный, потому что здесь как раз раскрываются вот такие тонкие богословские моменты, которых, в общем-то, может быть, мы так не касаемся, разглядывая сразу, не бросается нам этого в глаза. Но когда начинаешь задумываться, то такие вещи начинаешь видеть. Ну и вот если мы рассмотрели центр, то мы уже вправе с вами посмотреть, например, выше, да. И, как правило, восходят горки, а горки в иконографии любого сюжета – это всегда указание на восхождение духа в мир горний. И там у нас сон словословящих ангелов. И один ангел может повернуться, например, в долину и протрубить там пастухам, потому что они первые услышали эту благую весть. А в другом, там, например, в конце мы можем увидеть, как движется уже процессия волхвов на своих лошадках, да. Хотя, конечно, на лошадках не ездили по пустыням, да. И больше другие животные для этого подходят. Но, тем не менее, вот это тоже такая деталь, их движение, она запечатлена. И это вот верхний регистр. Да, мы, когда мы осмотрим какую-то схему иконографическую, то мы можем делить на регистры, да, то есть верхний, средний и нижний. Еще вот в среднем регистре, я сказала уже, пастушки, они как-то всегда очень близко к вертепу оказываются, именно потому что они первыми придут, да. Это как вот та простота, которая, наивная простота, которая чаще доходит до искреннего, вот этого убежденного такого состояния верующего человека, да, чем какое-то мудрствование, которое там долго-долго окольными путями, огородами-огородами, да, вдруг как к чему-то приходит. Поэтому вот этот момент тоже здесь есть. И близость пастухов, она не случайна. Ну и нижний регистр, конечно, самый любопытный, потому что очень часто, ну, какие вообще служанки, кто там вообще, ну, пещера, они там были одни, да, вот. Да, 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 а тут какие-то повитухи. Какие-то повитухи. Дело в том, что здесь тоже очень интересный момент, это такая дань традиции, с одной стороны, всегда в сценах Рождества, и Рождество Божией Матери, и Рождество, например, Анна Притеча, есть эти повитухи, потому что, ну, повитуха – это то, что сопровождает жизнь женщины, да, вот в этих сложных обстоятельствах. И здесь их помещение, их в иконографическую схему, с одной стороны, это дань традиции, что так должно быть, с другой стороны, это и указание на то, что перед нами не просто, а некий все-таки статусный рождается человек, да, и вот царственность, может быть, таким образом, может быть, подчеркнута. Но здесь, опять же, нам приходит на помощь прото-евангелие от Иакова, где рассказывается о двух повитухах, которых пошел позвать Иосиф, потому что Иосиф – это тоже интересная фигура, вот о нем еще несколько слов скажу чуть позже, но вот он человек, который охраняет Божью Матерь, да, и ее бережет, и он идет для того, чтобы привести этих повитух, хотя он знает прекрасно, что она дева до, дева во время, и дева после останется, но все равно он следует традиции. И он приводит двух этих повитух, у них есть тоже имена, они иногда по-разному, одна Зелота, другая Соломи, вот, и как раз вот Зелота, она более опытная, и входит первая, и удостоверяет, что это действительно так и есть, что она дева, и такого она никогда не видела, но она свидетельствует об этом. А Соломия начинает сомневаться, и говорит, тоже очень интересно, что она говорит нам фразу, которую мы слышим потом уже, когда Христос воскреснет, да, она говорит, пока я не увижу сама, пока я не удостоверюсь, я не буду убеждена, да, эти же слова мы от апостола Фомы слышим, да, пока не вложу перста. То есть вот это сомнение, которое у нее есть, оно, конечно, ее движет, и она заходит, и тоже удостоверяется, и в этот момент ее рука отсыхает. И вот есть очень ранние иконографические памятники, где это просто изображается, что у нее рука как бы вот и протягивается, и отсыхает одновременно, да, то есть вот это очень любопытный такой момент. И она потом раскаивается, говоря, что я всегда ходила пред Богом, почему вообще такое со мной происходит, и ангел, как бы, ей говорит, что ты раскася, и все. И исцелишься. И исцелишься, и это с ней происходит, да. Вот, так что вот повитухи – это такой тоже интересный сюжет, сюжет в сюжете, да, как бы дополнительный рассказ, который нам тоже раскрывает, в общем-то, очень важный именно догматический смысл того, что Божья Матерь пресно-дева, да, ее пресно-девство, которое, в общем-то, ну, достаточно долго обсуждалось в церкви, да, и в иконографию, на самом деле, эти повитухи, они входят где-то к IX-XI веку, да, то есть когда уже это совершенно точно не вызывает вообще сомнений, и церковь уже догматически это определила, да, вот. И, конечно, самым, наверное, загадочным персонажем является тот человек, который подходит к Иосифу, а Иосиф изображается, как правило, таким уже убеленным, сединами, старцем. Ну, и он там очень какой-то такой печально задумчивый. Он печально задумчивый, он грустный, он какой-то такой вот… Ну, вообще, там сказать, что вот там какое-то веселье у Божьей Матери на лице мы тоже не можем, да, то есть вообще вот здесь наши человеческие эмоции, наверное, надо просто чаще откладывать. Но здесь, если говорить о его задумчивости, там язык жестов и поза, которая, опять же, здесь у нас эллинистический мир очень помог, да, вот те жесты, тот жестовый язык, тот язык положения человеческого тела, который был свойственным античному театру, риттерам, да, он в иконографию тоже входит, потому что… А как по-другому, например, задумчивости? Только вот так вот, преклонив голову на одну из своих рук, да, этим потом пользуется дальше вплоть до начала XX века, да. Роденовский, да, здесь все его помним, любим и знаем. Вот, и поэтому вот этот человечек, который к нему подходит, вот, иногда его идентифицируют как пастуха, одного из пастухов, который подходит вот как старец к старцу, да, вот, у них какое-то собеседование иногда… Да, остальные пастушки такие помоложе. Помоложе, они там повыше. Вообще вот эта тема возрастов в иконе, в этой иконе, она очень важная, потому что там у волхвов, как правило, видна разница в возрасте, это всегда юноша, старица, средовек, да, и то же самое с пастухами, там всегда тоже будет совсем юный пастушок, средних лет и пожилой, да, и вот в тех иконах, где, например, только два пастушка и один сюда отошел, ну, может быть, да, пастушок, но иногда бывает, что все три пастушка на месте, а вдруг еще одного изобразили, да, и тогда здесь интересные такие моменты возникают, вот, рассматривая какие-то детали, вдруг замечаешь, что, ну, там, его милость, да, а милость – это же плащ из как раз шкуры животного, вот она такая вот пушистенькая, она здесь на это акцентируется, он один-единственный в такой вот милоти, ну, можем тоже сказать, ну, старичок мерз, да, в пищи, вот действительно в иудейской пустыне холодно, ночами они разжигали костры и грелись и так далее, вот, ну, значит, вот на эту милость можно обратить внимание, но еще одна деталь любопытная – у него в руках изогнутая клюка. Не всегда, кстати, иногда вполне себе ровненькая такая, аккуратненькая палочка в пасашок, а она какая-то изогнутая клюка, и тогда вот ряд исследователей начинают подозревать, что это не только пастух, может быть, это может быть какая-то персонификация сомнений Иосифа, да, как все неправдивое, все ложное, все вот имеет какую-то кривизну, так вот эта клюка этого старца, она может быть нам указанием на это. И, ну, вот здесь мы можем с вами только, батюшка, как бы развести руками и гадать, и сказать, что это может быть и так, и эдак, и, в принципе, никто не сказал, что кто-то один абсолютно прав, кто… Но это интересная. Да, это тема. Это может быть одним вот из мотивов тоже вообще идеи персонификации в иконе. Елена Владимировна, к сожалению, время нашей передачи на сегодня подходит к концу, и я бы просто хотел еще так вот несколько резюмировать, подвести некую черту. Во-первых, обратить внимание еще раз на то, что икона как бы трехчастна. И самое интересное, что нижний регистр у нас как бы представлен сомневающимися людьми. Вот, если мы берем во внимание, что старик не просто пастух, а именно персонифицированные сомнения, это Соломия, которая усомнилась в преснодевстве Богородицы. Средний регистр – это регистр, который заполнен Богородицей, жертвой Христа, отсылка пещеры, отсылка пелены, которые одновременно и погребальные, и рождественские. И тоже, скажем, что не всегда младенец лежит в яслях, а лежит иногда в саркофаге, напоминающем гроб. Ну, это так ясли рисуют. Да, ну, в том числе, да, то есть это какая-то такая отсылка. Иногда бывает, что, насколько я видел, младенец лежит просто на полу, на Соломис, и тут понятно, что и иконописец преследовал цель показать ту бедноту. Бедноту, историческую правду и бедноту, в которые приходит Спаситель. Вот, и, наконец, мир горний, вот, и такое восхождение, получается, от сомнения к вере и ко встрече с триединым Богом. Мы, может быть, еще не сказали про триадность, троечность, которая разлита по всей коне. Три ангела, три пастуха и три волхва, которые, вот, как бы, организовывают, ну, такое музыкальность, что ли, ритмику. Да, 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 ритмически организовано. Вот. Единственное, может быть, вот, если вкратце, последний вопрос, который очень часто возникает у детей. Почему Богородица не смотрит на младенца? Это вопрос, который кратко ответить сложно. Но это вопрос очень важный. Дело в том, что она, зная о том, что его ждет, она его отдает таким образом. Да, это вот самое первое, что можно ответить детям. Когда у меня спрашивают мои дети, я отвечаю как-то так, да. А вообще вот эта традиция не рассматривать, это тоже античная такая традиция. Потому что мы, ну, и вообще такая, даже не столько античная, сколько древнему миру присущая, да, не смотреть, потому что оно вот только-только вот появилось, да, не сказать. Мы можем уйти в то, что потом народная культура это очень использует там в всяких своих глупостях, мы не будем. Но вот именно вот эта прикровенность того, что и сосредоточенность на чем-то главном, она вот здесь таким образом показывается. Ну и, конечно, то, что младенец мал, беззащитен, это вообще самое главное, что нам говорит о нем как о человеке, что он родился как человек, что он в этот момент мал, беззащитен. Спасибо большое. Ну и вот на этой малости я бы хотел бы, во-первых, попрощаться с вами и поздравить еще раз с праздником вас, наших зрителей. И вот, на мой взгляд, последний вывод, очень интересное замечание, которое я недавно прочитал у одного религиозного философа, который говорит, что на самом деле Рождество несправедливо детский праздник. Это самый взрослый праздник из череды всех евангельских праздников, потому что он о том, как у яслей, когда мы наблюдаем очень маленького ребенка, мы вырастаем в свою исполинность, то есть мы становимся очень взрослыми. И, собственно, это ответ, почему Христос воплощается именно в младенца, почему он рождается, почему не входит в какого-то уже некогда рожденного раввина. Почему он не пришел вот так вот просто. Да, и не пришел, откуда-то с горы спустился. Поэтому я всех вас поздравляю с Рождеством, дорогие братья и сестры, и желаю всем нам обрести взрослость, на которую Господь делает ставку. Храни всех вас Господь с Рождеством Христовым. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова